Израиль за неделю на Народной Волне Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио Народная Волна на частоте 14.30 М, 99.1 FM, на нашем веб-сайте radioNVC.com, ну и на нашем канале в YouTube Radio NVC. В традиционных событиях в Израиле наш израильский корреспондент Ася Энтова. Здравствуйте, Ася. Добрый день, Сергей, добрый день, радиослушатели. В Израиле жарко, в Израиле лето, в Израиле жарко, и в связи с этим, как у нас всегда, пожары. Причем пожары, например, не от случайной спички, а на месте пожары в Азии, обнаружено много поджогов, и только сегодня выгорело 220 дунамов нараженного леса. Это очень печально. Ну, собственно, это не новость, я о таких пожарах, к сожалению, в жаркое время года сообщаю каждый раз. Но с жарой связаны еще пара новостей. Во-первых, школа. Школа, очередной скандал, такие скандалы уже были и раньше. Детишки ходят в школу в шортах, школа требует от них дресс-кода. И феминистки обвиняют школу в том, что школа требует длинных брюк или юбочек только у девочек, а у мальчиков шорт разрешают. И в связи с этим, значит, феминистки устроили такой очередной скандал на эту тему. Мне кажется, что не надо шорты ни у мальчиков, ни у девочек. Все-таки школа – это школа. Практически во всех школах у нас есть кондиционеры, так что не надо пить на жару, а дресс-код – это как-то стимулирует учебу. И вторая новость, связанная с жарой, уже положительная. Наши ученые придумали такой шоколадный батончик, который на жаре не тает, но при этом остается очень вкусным и достаточно питателен. Он хорош и для туристов, которые отправляются в какой-то поход, он достаточно калорийный, не выдерживает очень большую жару, не тает, как я уже говорила. Но, собственно, разрабатывали-то его не для туристов, а разрабатывали его технологи в нашей армии, в Цаале, для того, чтобы у солдат был вот такой вот вкусный сухой паёк, который нужно носить с собой. Ну, теперь это пригодится и для туристов, и просто для слости. Жара, она у нас не только физическая, но и в политике, в общем, у нас жарко. Происходят очень разные и очень важные события. В Севри, уже вот совсем близко, начнется экономическая конференция по сделке века. Это план Трампа. Ну, пока что Трампа в Израиле очень любят, как человека, который много сделал для Израиля, как перенес столицу в Иерусалим, очень поддерживает израильскую внешнюю политику. И даже у нас в тактике будет теперь площадь имени Трампа. И 3 июля, вот очень скоро, будет её торжественное открытие. Но, с другой стороны, вот эта вот сделка века, его план, он всё ещё вызывает различные опасения. Ну, пока что известно только его экономическая часть, потому что завтра в Бахрине откроется экономический, двухдневный экономический форум, на котором будут присутствовать арабские страны, и там будет обсуждаться экономическая часть плана Трампа. Туда, израильские политики туда не полетят, туда полетят представители деловых кругов, бизнеса, директор большой больницы Шиба израильской, полетит туда бывший пресс-секретарь Саала на арабском языке, то есть человек, который как-то знаком с проблемами у арабов в Израиле. Но представители правительства израильского Бахрей не полетят, но зато полетят журналисты. Уже это достаточно беспрецедентно, потому что с Бахрейным у Израиля дипломатических отношений нет, и до этого, в общем, так свободно туда наши журналисты не летали. Что проясняется про, по крайней мере, экономическую часть плана Трампа? Говорится, все время приводится цифра в 50 миллиардов, из которых 28 достанутся в Палестинской автономии и Газии, то есть арабам, проживающим в Палестинской автономии и Газии, 7 миллиардов иордании, 9 миллиардов в Египту и 6 миллиардов в Ливану. Говорится о том, что эти деньги должны быть направлены на борьбу с безработицей, повышение уровня жизни, уровня занятости, инфраструктуру, транспорт, общее экономическое развитие. Говорится, что деньги не будут даваться просто так, потому что тут уже печальный опыт накомлен долгое время. А что будет именно под какие-то конкретные проекты, что есть 179 конкретных проектов, как и где и что развивать, и вот на них, собственно, Международный фонд и будет выделять эти деньги, проверяя, что они идут именно на экономические проекты. Но, скажу уже от себя, до того, сколько не давались деньги, всегда АРА находили способ часть этих денег пустить не на определенный проект, а если не на коррупцию, то на поддержку террора, что, в общем, еще хуже. Как здесь будет Международный фонд проверять, что деньги идут действительно туда, куда надо, пока это остается загадкой. Кроме того, утверждается, что будут еще дополнительные выделения деньги для того, чтобы наладить связь между палестинской автономией и газой. Ну, я вам просто напомню, что газы находятся на побережье Средиземного моря, а иудеи и Самария, они, так сказать, находятся на горах в центре страны и спускаются в сторону Иордана. Конечно, расстояние не очень большое, но, тем не менее, если делать как-то так, чтобы нога араба не ступала на израильскую землю, то, в общем, тут надо проложить много километров каких-то мостов и туннелей. То есть это тоже очень затратное мероприятие. А главное, тоже не очень понятно, почему. Потому что палестинская автономия, как огня, боится того, что туда попадут люди из Газы, люди, принадлежащие Хамасу, которые очень враждебны лидерам Фатха. И наоборот, люди, арабы из Иудеи и Самарии, они совершенно не стремятся в Газу. В Газе гораздо ниже уровень жизни, гораздо меньше возможности выезжать за границу, в ту же Иорданию или в Египет или ещё куда-нибудь. И они туда совершенно не стремятся, потому что, опять же, там враждебное окружение. Значит, будет этот мост, не будет, зачем он будет, тоже пока не очень понятно, но, по крайней мере, он вот встроен в план. Значит, вот пока что в Израиле, пока что очень пессимистично относятся к этому плану. Ну, арабы палестинской автономии уже давно заявили, что они за деньги не продаются, что план, так сказать, не включает в себя строительство палестинского государства, поэтому они его сразу отвергают. Но не только израильские арабы, но и Ливан заявил, что... Ливан, который, напомню, получает 6 миллионов. Он заявил, что деньги-то он готов, конечно, принять, но принять при этом так называемых палестинских беженцев он совершенно не готов, и они ему абсолютно не нужны. Значит, дадут ему на таких условиях, деньги не дадут, тоже очень интересный вопрос. Израильтяне же видели уже много таких планов, уже много вливаний, и, в общем, довольно странно, что деньги тратятся именно для того, чтобы привязать арабов, которые там в первом, втором, ну максимум в третьем поколении попали в Израиль, чтобы привязать их именно к Израилю, потому что, собственно, на эти деньги они могли бы начать безбедную жизнь в любой из арабских стран. Ну вот, как мы видим, была попытка переправить их в Ливан. Или даже в западной стране, знаете, когда отстегиваются такие миллиарды, то, в общем, на семью получается довольно много, и даже перебравшись в западную страну, для арабской семьи это было бы вполне нормальный старт на открытие какого-то своего маленького бизнеса, деньги на адвоката, на натурализацию. Зачем деньги тратятся, чтобы, так сказать, привязать арабов, заставить арабов остаться тут, а не отправить их куда-то, где им бы хотелось жить? Потому что, напоминаю, в этой студии я уже много раз говорила, что по опросам самих же арабских исследовательских компаний, например, компаний Берзейцкого университета, большинство арабов не видят своей будущности в Израиле. И если не сами, то, по крайней мере, своих детей и внуков они в Израиле видеть бы не хотели. Значит, казалось бы, логичнее помочь на эти деньги, помочь арабам из Израиля выбраться, и тогда действительно может наступить конец кризиса, конец противостояния. Какие-то пожилые арабы останутся, так сказать, доживать здесь свою жизнь, молодые уедут, и, в общем, постепенно все так или иначе наладится. Но делаются попытки потратить эти деньги на другое, и поэтому в Израиле тоже довольно пессимистично на это смотрят. Ну, по крайней мере, так сказать, с экономической точки зрения, вроде прямого вреда для Израиля нет, хотя тоже совершенно непонятно, зачем впрыскивать деньги в страны, не очень дружественные Израилю. Тот же Леван, так сказать, ничего не делает, чтобы предотвратить обстрелы Израиля Хизбалой, и получает такое вознаграждение. Так что для Израиля пока этот план не очень привлекателен, хотя, повторю, пока, к счастью, не идет речь ни о каких отступлениях, политическая часть плана пока не оглашается, и поэтому не идет речь, как всегда, в таких случаях о том, что Израиль должен в очередной раз что-то уступить. И до тех пор, пока об этом речь не идет, вот, в общем, план большого противостояния не вызывает. Сергей, не хотите объявить телефон для вопросов? Конечно, 847-400-5200, телефон нашей студии, если будут вопросы, пожалуйста, звоните, но, наверное, уже после перерыва. Сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиентовой. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте, и Ася постарается ответить на ваши вопросы. Ну, а пока вернемся к событиям в Израиле, тем более, что событий довольно много. Во всяком случае, обсуждается очень много возможных вариантов выборов. Кроме того, состоялся визит. Ну, в общем, обо всем по порядку. Обо всем по порядку. Давайте начнем с трехсторонней встречи. В общем, это тоже совершенно новый прецедент созданный. И Нитаньягу отмечает, что у Израиля есть большой международный престиж, если в нем собрались советники по национальной безопасности и России, и Америки, чтобы обсудить между собой проблемы Сирии. Действительно, в субботу к нам прибыл глава Совета по национальной безопасности США Болтон. Его принимал Нитаньягу. Болтон, более того, Нитаньягу путешествовал с ним на вертолете и показывал ему просто на земле, на практике, показывал ему, с какими проблемами может столкнуться Израиль, если он уступит Иорданскую долину, которая отделяет нас от Иордании, или если, так сказать, уступят какие-то части Иудеи и Самарии. И Болтон в ответ на это сказал, что прочный мир может быть только тогда, когда нет угрозы безопасности. Такая вот обтекаемая фраза, но, в общем, выражала поддержку Израилю. И, так сказать, в ней увидели намек на то, что у Израиля не попросят отступать не с каких территорий. После этого в Израиль прибыл глава Совета безопасности уже России Николай Патрушев. Он тоже встретился с Нитаньягу. На пресс-конференции обе стороны, так сказать, высказали свою главную мысль. Нитаньягу сказал, что Израиль не потерпит присутствие Ирана в Сирии. А на это Патрушев ответил, а вообще без нашей победы над фашизмом вообще бы ваш Израиль бы не создали. Ну, он сказал это достаточно аккуратно, но намек был вот именно такой. Ну и после этого вот сейчас проходит трехсторонняя конференция вместе с председателем Совета безопасности Израиля Мейером Бен Шабатом. И обсуждается положение в Сирии. Обсуждается положение в Сирии, которое одинаково касается, одинаково сильно касается всех трех наших стран. Предполагается, что Америка пойдет на то, чтобы снять санкции Сасада, признать его как законного правителя, снять с него санкции и помочь ему добить остатки ИГИЛа. Россия со своей стороны должна объяснить, как она собирается выгнать из Сирии иранские войска и обеспечить безопасность Израиля и безопасность израильских границ. Ну, пока что пресс-конференции еще не было, так что будем надеяться, что они там придут к какому-то общему знаменателю по этим вопросам. Дальше мы узнаем, что будет на этой пресс-конференции. Но, во всяком случае, как я уже говорил, Нитаниягу отметил, что это достаточно престижно для Израиля, то, что именно здесь собираются представители Америки и России обсуждать вот такую горячую проблему, как Сирия, где войска этих двух стран могут встретиться непосредственно лицом к лицу и необходимо во что бы то ни стало предотвратить столкновение двух сверхдержав. Кроме того, чтобы уже решать действительно практические вопросы такой небольшой страны, как Сирия, и, в общем, не очень большой, но сильной страны, как Израиль. Почему я говорю сильной? Потому что по заявлению Международного комитета, там очередной Международный комитет, наблюдающий за распространением ядерного оружия, объявил, что у Израиля есть 90 ядерных боеголовок. Ну, про это можно только сказать, как Голдемейр. Голдемейр говорил, у нас нет ядерного оружия, но если придется, мы его применим. Значит, посмотрим, что выйдет из этой трехсторонней конференции. А у Нитаниягу и кроме приема высоких иностранных гостей есть и гораздо более важные дела, как политические, так и, к сожалению, уголовные. По поводу выборов. Политические – это выборы. Выборы, которые, напоминаю, назначены на 17 сентября. И до 1 августа все партии должны подать свои предвыборные списки. В связи с этим уже в самом Ликуде назрела внутренняя оппозиция, которая не хочет предоставить... Ася, давайте, прежде чем мы перейдем к выборам, давайте попробуем ответить на вопрос. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Извините, что прервал. У меня такой вопрос, в общем-то, относится к выборам. А не пора ли вообще Нитаниягу уйти, хотя я к нему очень хорошо отношусь и считаю, что он прекрасный премьер-министр, но человек уже 20 лет на этом посту. Надо бы кому-то, мне кажется, что надо какую-то новую свежую кровь. Вы знаете, я поняла ваш вопрос. Я поняла ваш вопрос. Это все время... Такой аргумент все время повторяют представители нашей оппозиции, которые хотят во что бы то ни стало свергнуть Нитаниягу, не брезгивая для этого вообще никакими методами. У меня тоже есть очень большие претензии к Нитаниягу, в частности то, что он не прекратил разрушение еврейских поселений, а в то время как арабские или бедуинские поселения незаконные, даже уже незаконные по постановлению суда, не разрушаются, потому что якобы у полиции нет сил разрушать все сразу. Много у меня претензий к Нитаниягу, да? В частности, там вот Игалем Амир сидит бессрочно, а половина Израиля не уверена, что вообще он убил. Много есть претензий. Против богатства Нитаниягу не хочет бороться. Но вот это вот тезис, что, так сказать, хватит по правилам, нам надоело дойти нам кого-нибудь на новенького, в Израиле он не популярен. У нас нет ограничения по срокам, то есть у вас там вот есть два срока для президента, у нас такого ограничения нет. У нас ограничения по срокам только для нашего президента, который во многом является фигурой, так сказать, символической, а не действительно силовой. Для премьер-министра ограничений у нас нет. И более того, на сегодняшний день я пока не вижу, кто мог бы Нитаниягу заменить. Понятно, что никакой замены слева категорически большинство Израиля не хочет. Не зря большинство проголосовало за правый лагерь, ну, включая Либермана, которого раньше считали правым, а теперь выяснилось, что он как раз готов идти слева. Ну, и плюс к тому, что потеряно было еще более семи голосов, семи мандатов, отданных за партию Беннета и партию Фейглина, которые обе являются достаточно правыми. Значит, большинство хочет правого правительства. На сегодняшний день ни Беннет, ни Фейглин, которые вполне достойные кандидатуры, я бы только приветствовала, если бы вместо Нитаниягу премьером стал Фейглин, ну, может быть, Беннет, может быть, Шакет, может быть, кто-то еще из сильных прав... Ну, я больше не вижу пока других сильных правов политиков, но народ явно, так сказать, к этому не готов, и ни Беннет, ни Фейглин даже не прошли в КНЕС этой партии. Сейчас они, скорее всего, объединятся и уже пройдут. Вот, а в Ликуде я тоже не вижу... Я, в общем, хорошо знакома с... Я 20 лет, больше 20 лет была в Ликуде, хорошо знакома с главными фигурами. Гидон Сар, который уходил из Ликуда, вернулся в Ликуд, не кажется мне достаточно последовательно правым политиком. Он кажется мне, скорее, более центристом, более социалистом, скорее как Кахлан, да? Вот. Министр транспорта Кац, бывший министр транспорта, он сейчас передал свое министерство и займет какой-то более высокий пост. Он очень деловой, очень активный человек. Действительно, у нас с транспортом за последние годы очень большой прорыв, там железные дороги появились, где их раньше не было, там развязки и так далее. Но пока тоже я не вижу, чтобы он как-то годился на роль нового премьер-министра. Так что, а просто только не Биби, эта позиция, в общем, очень уязвимая. Сергей? Вы вот сейчас упомянули, что Либерман, так сказать, скорее относится к левому лагерю или готов сотрудничать с левым лагерем. А вот совсем недавно выступаю, по-моему, перед своей коалицией. И если я не путаю, он как раз обвинил в этом Нитаньягу. Сказал, что Нитаньягу... Ну, там идут взаимные обвинения самого такого низкого пошиба. Либерман кричит, что Нитаньягу хочет сделать правительство из 60 голосов с поддержкой арабских партий. А у нас все-таки до сегодняшнего дня считается, ну, извините, слово такое сленговое западло, да, пользоваться поддержкой арабских партий. Ликуд ответил на это, что совершенно ничего подобного и близко не было. С другой стороны, Либерман сам говорит, что вот не нужно идти на выборы, потому что все очень недовольны тем, что он спровоцировал новые выборы. Не нужно идти на выборы, нужно делать правительство единства, объединять Ликуд и Кахоль-Лаван, то есть Белых-Голубых, то есть партию генерала Валапи, да, и всячески, так сказать, подчеркивает, как он симпатизирует этой партии, что после выборов, возможно, он примкнет к этой партии. То есть сегодня Либерман как бы открыто говорит, что он, в общем, никакая неправая партия. Говорит он это большей частью на иврите, русские этого не хотят слышать и не слышат, ну, русские, русскоязычные, да, русские евреи. Так что по опросам партия Либермана набирает голоса, а не теряет их, как, в общем, должно было бы быть после его выходок. Но, в общем, стало ясно, что Либерману с трудом можно отнести к правому лагерю, и то, что он не допустил создание правого правительства, это было целенаправленно в пользу партии Белых и Голубых, для того, чтобы, так сказать, у них остались шансы получить власть. Хорошо, но если Либерман, партия Либермана добирает голосов, так что нас ждет в случае выборов, и Либерман наберет, там, я не знаю, 6-7 мандатов? Да, в случае перевыборов, по-видимому, Ликут останется при тех же голосах, даже объединившись с партией Кахлана, потому что в политике не как в арифметике. Тут дважды два, может быть, четыре, но, скорее всего, это будет либо те же два, либо, скажем, шесть или семь. Поэтому, по-видимому, большого количества новых голосов партия Кахлана Ликуду не принесет. И, как я начала говорить в самом Ликуде, многие против такого объединения, потому что Нитаниягу гарантировал 4 места в начале списка Ликудовского. В результате те Ликудовцы, которые оказались там на 33-м, 4-м, 5-м местах, они, скорее всего, уже не попадут в новый Кнессет, и им это очень обидно. А там, в общем, вполне достойные люди есть. Но, с другой стороны, объединение Беннета и Фейглина, которое предрекают, пока оно еще не объявлено, но идут сильные переговоры, оно поможет спасти вот те семь пропавших мандатов, которые на этих выборах немножечко не дошли до электорального барьера. По поводу Шакет, которая была в партии с Беннетом, тоже до сих пор ничего не известно. Известно, что она вела переговоры практически со всеми правыми партиями и с Объединенным правым списком, и с Ликудом, и не оставляет, так сказать, идеи объединиться и с Беннетом и с Фейглиным. Все опции пока открыты. В Ликуде, по-видимому, Нитаниягу не захотел дать ей какое-то престижное место. В Объединенном правом списке ни Смотрич, ни Перес, то есть главы двух фракций этого списка, не захотели поставить ее на первое место, хотя второе место были готовы ей предложить, судя по тем утечкам, которые приходят из этих переговоров. Ну и Беннет все время повторяет, что он готов принять Шакет обратно в свою партию и будет ей рад. Так что пока что непонятно, с кем она пойдет. Если будет объединение всех правых партий, о котором долго говорят, но которое вряд ли произойдет, но все время все повторяют, включая сами правые партии, что хорошо бы всем правом объединиться и Объединенному правому списку, и Беннету с Шакет, и Фейглину. Значит, если произойдет это объединение, ну, понятно, Шакет туда тоже войдет. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Ася, вы знаете, мне кажется, что Либерман набирает голоса не за счет правых сил, а за счет левых. Поэтому он растет. Но получится, что тогда левый лагерь уменьшит свои голоса и не будет того равенства, ну, почти равенства с Натаньяхом. Так что в этом, может быть, даже как бы положительная сторона. А вот у меня вопрос, вы сказали, что этот, я забыла, представитель России заявил, что без победы, их победы, не было бы Израиля. А он не вспомнил, что если бы не было сотрудничества Сталина с Гитлером, так и погибло бы 6 миллионов евреев. Этого он не вспомнил. И потом не вспомнил он, что если бы не было действий КГБ, в частности Примакова, так не было бы этого враждебного состояния между арабами и евреями. Это одно же. Ну, я так понимаю, это риторические вопросы. Ну, да, да. Спасибо. Все, спасибо. К сожалению, времени просто не остается, поэтому давайте мы сделаем перерыв, а после перерыва вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу нашего израильского корреспондента Асиэнтова. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, примем звонки в порядке поступления. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Израиль уже давно находится в сфере интересов Ирана. Как отреагировало ваше руководство внезапное решение Трампа отменить удары по иранским объектам? Спасибо. Ну, Нитиньягу последовательно каждый раз на встрече с представителями Америки или на любых международных встречах подчеркивает, что иранская ядерная программа развивается, что совершенно необходимы санкции или серьезные какие-то изменения. И, в общем, он постоянно об этом твердит и надеется на то, что Америка как-то приложит для этого тоже достаточное усилие. Иногда Трамп ужесточает свою позицию по отношению к Ирану, иногда смягчает. Ну, будем надеяться, что опять ужесточит. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Ася, скажите, пожалуйста, вот если сейчас ваша партия и партия Беннета войдут в Кнессет, ну, как говорится, будут избраны, за счет кого вы получите голоса? Вот Нитиньягу получит те же 61, допустим, голос. Вы получите за счет левого лагеря или за счет за счет чего это получается? Значит, смотрите, если партия не проходит, то есть набирает там меньше 4 процентов, то ее голоса равномерно распределяются между другими партиями, которые прошли. Независимо от этого, а ее право, да? Голоса, поданные за нее, не учитываются никак. Значит, остальные голоса получают больший вес. То есть понятно, что от того, что не прошли Фейглин и Беннет выиграл в первую очередь Ликут, как большая партия. Значит, в принципе, Беннет сосредоточен был строго на правых голосах. Фейглин же рассчитывал на то, что он отбирает и голоса у левых, потому что у Фейглина была четкая либеральная программа, чтобы государство не вмешивалось в личную жизнь гражданина, чтобы государство не диктовало ему, какие религиозные обряды соблюдать, какие не соблюдать, но чтобы и при этом гражданин не мешал своим соседям или кому-то еще соблюдать или не соблюдать то, что они считают нужным. У Фейглина были большие надежды на то, что часть центристы, как правило, всегда идет борьба за голоса центристов. Люди, которые вообще не знают, чего они хотят, которые перед выборами не определяют себя как левые и правые, а вот есть у них какая-то одна тема. Тема дорогого жилья, например, и у Фейглина была четкая программа, как удешевить жилье, или тема плохого образования школьного, и у Фейглина была программа на эту тему. То есть Фейглин много говорил о вещах, которые не левые, не правые, а действительно актуальны для сегодняшнего Израиля, и надеюсь, что получил часть голосов центристов. Если Фейглин объединится с Беннетом, возможно, каких-то центристов Фейглин потеряет, но зато получит гарантированный проход к Нинсет. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Альша, я хотела спросить вопрос. У нас друзья в Израиле, которые голосовали далеко, сказали, теперь не будете давать далеко. И один из вопросов по поводу Беннета, который я задала, они сказали, что Беннет пропагандирует марихуану, легализацию, и из-за этого они никогда на него не будут голосовать. Что вы можете по этому поводу сказать? Значит, пропагандировали распространение лечебной марихуаны все партии. Начал про это говорить Фейглин, у которого в доме уже два инвалида, его жена и его сын и его покойный отец тоже был вынужден принимать какое-то болеутоляющее и выписывал лечебную марихуану. То есть, первым об этом начал говорить Фейглин. Но поскольку эта тема оказалась очень признанной, так сказать, ее многие подхватили, потому что так или иначе выяснилось, что хоть марихуана и запрещена, но очень многие нарушают этот запрет, особенно молодежь. В общем, уже в международной практике многие страны отменили запрет на марихуану, считая, что она менее вредна, чем, скажем, табак или алкоголь. И тема оказалась очень привлекательной, и ее подхватили все. Ее подхватил и Ликуд, ее подхватила и партия Вода, и многие другие партии. Выступал ли за марихуану Беннетт, я просто не помню. Просто не помню. Четко помню, что и Авода и Ликуд решили тоже взять себе эту престижную тему. Но, опять же, подчеркну, лечь идет о легализации лечебной марихуаны или хранения марихуаны в небольших дозах. То есть речь не идет о распространении, речь все время идет о том, что разрешить создание, выработку лечебной марихуаны, разрешить ее продажу за границу в качестве лечебного средства, потому что израильская марихуана считается очень чистой, очень хорошей. Государство, опять же, будет получать выгоду от этого. Но речь не идет о том, что все как в Голландии, наркотики без границ. Об этом никто не говорит. Ну что ж, у нас остается буквально минута времени. Давайте в заключение о какой-то... Давайте про спорт. У меня никогда не хватает времени. Были вторые европейские игры в Минске проходили и до сих пор проходят. И Израиль там получил несколько золотых медалей. Во-первых, это наша бессменная гимнастка Ленуя Шрам, которая получила там две золотых и одну серебряную медаль. В Ютьюбе можно видеть ее выступление, получить большое удовольствие, просто чудеса какие-то, акробатам цирки так не снилось, как она выступает. Кроме того, Сергей Рихтер, выходец из семьи Советского Союза, молодой человек относительно, он служил в ЦААЛе в 2002 году и научился прекрасно стрелять, в результате по спортивной стрельбе получил тоже золотую медаль. Вот такие у нас достижения и все было бы хорошо, если бы не одно но. По недосмотру там на этой Олимпиаде выставляют карты стран и вот израильская карта оказалась без Иудеи и Самарии. конечно, тут же соответствующие инстанции пожаловались и карту восстановили так, как нужно. Будем надеяться, что это совсем не злой умысел, а просто чей-то недосмотр. Ну и еще одна очень важная дата это 18 июня Альталена. Напомню, в 1948 году корабль Альталена с грузом оружия, который достали ревизионисты, везла его в страну Израиля, чтобы передать большую часть этого оружия в армию Цааль, а часть, небольшую часть этого оружия своим ревизионистским движением Эцелю, который сражался в Иерусалиме. Но, подойдя к берегу в Тель-Авиве, корабль наткнулся на артиллерийский огонь, которым командовал Ицхак Рабин, тогда офицер. И, так сказать, многие были убиты, стреляли даже по плывущим к берегу людям. Бегин категорически запретил отвечать стрельбой на стрельбу, а, как вы понимаете, на корабле находилось почти тысячи человек, люди, спасшиеся из нацистской Европы, и огромное количество оружия, то есть, захоти Бегин ответить, могла бы развязаться полноценная гражданская война, Бегин сказал, мы против гражданской войны, но в одностороннем порядке, к сожалению, 16 человек из Эцеля погибло, и только благодаря Бегину не была развязана полноценная война, но зато правительство Бен-Гуриона при помощи вот такого насилия полностью на ближайшие 30 лет захватило в Израиле власть, а ревизионисты были полностью подавлены и смогли вернуться к власти только в 77-м году. Спасибо. Бен-Гуриона отмечается, так сказать, Нитаниагу и другие высокопоставленные политики были на кладбище, и в частности президент Ривлин предостерег, что сейчас тоже у нас идет пропаганда взаимной ненависти, ну, я говорила, Либерман разжигает ненависть к религиозным, вот, и Ася, спасибо огромное, давайте в следующий раз мы об этом продолжим, спасибо. закончим, в следующий раз если кому-то интересно на любые вопросы об Ольтолене отвечу с удовольствием, ну, и в интернете, в интернете много информации.